Десятая глава книги Иисуса Навина Тогда он весьма испугался, потому что Гавуон был город большой, как один из царских городов, и больше Гая, и все жители его — люди храбрые. Посему Адони Сидек, царь Иерусалимский, послал к Гогаму, царю Хевронскому, и Фераму, царю Ярмуфскому, и к Яфию, царю Лохисскому, и к Дивиру, царю Яглонскому, чтобы сказать, придите ко мне и помогите мне поразить Гаваон за то, что он заключил мир с Иисусом и сынами Израилевыми. Они собрались и пошли пять царей Амарейских — царь Иерусалимский, царь Хевронский, царь Ярмуфский, царь Лохисский, царь Яглонский. Они и все ополчение их и расположились станом подлига Гаваона, чтобы воевать против него. Жители Гаваона послали к Иисусу в стан Израильский в Голгал сказать, не отними руки твоей от рабов твоих, приди к нам скорей, спаси нас и подай нам помощь, ибо собрались против нас все цари Амарейские, живущие на горах. Иисус пошел из Голгала сам, и с ним весь народ, способный к войне, и все мужи храбрые. И сказал Господь Иисусу, не бойся их, ибо Я предал их в руки твои. Никто из них не устоит пред лицом твоим. И пришел на них Иисус внезапно, потому что всю ночь шел он из Голгала. Господь привел их в смятение при виде израильтян, и они поразили их в Гаваоне сильным поражением, и преследовали их по дороге к возвышенности Вефарона, и поражали их до Азека и до Македа. Когда же они бежали от израильтян по скату горы Вефаронской, Господь бросал на них с небес большие камни до самого Азека, и они умирали. Больше было тех, которые умерли от камней Града, нежели тех, которых умертвили сыны Израилевы мечом. Иисус воззвал Господу в тот день, в который предал Господь Амарея в руки Израилю, когда побил их в Гаваоне, и они побиты были пред лицом сынов Израилевых, и сказал пред израильтянами, «Стой, солнце над Гаваоном, и луна над долиною Айолонскою!» И остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим. Не это ли написано в книге праведного? Стояло солнце среди неба, и не спешило к западу почти целый день. И не было такого дня ни прежде, ни после того, в который Господь так слышал бы глаз человеческий. Ибо Господь сражался за Израиля. Потом возвратился Иисус, и весь Израиль с ним встан в Галгал, а те пять царей убежали и скрылись в пещере в Македе. Когда донесено было Иисусу и сказано, нашлись пять царей, они скрываются в пещере в Македе. Иисус сказал, привалите большие камни к отверстию пещеры и приставьте к ней людей, стеречь их. А вы не останавливайтесь, но преследуйте врагов ваших и истребляйте заднюю часть войска их, и не давайте им уйти в города их, ибо Господь Бог ваш предал их в руки ваши. После того, как Иисус и сыны Израилевы совершенно поразили их весьма великим поражением, и оставшиеся из них убежали в города укрепленные, весь народ возвратился в стан к Иисусу в Макед с миром, и никто из сынов Израилевых не пошевелил языком своим. Тогда Иисус сказал, откройте отверстие пещеры и выведите ко мне из пещеры пятерых царей тех. Так и сделали. Вывели к нему из пещеры пятерых царей тех, царя Иерусалимского, царя Хевронского, царя Иормувского, царя Лохисского и царя Яглонского. Когда вывели царей всех к Иисусу, Иисус призвал всех израильтян и сказал вождям воинов, ходивших с ним, «Подойдите, наступите ногами вашими на выи царей этих». Они подошли и наступили ногами своими на выи их. И Иисус сказал им, не бойтесь и не ужасайтесь, будьте тверды и мужественны, ибо так поступит Господь со всеми врагами вашими, с которыми будете воевать. Потом поразил их Иисус и убил их, и повесил их на пяти деревьях, и висели они на деревьях до вечера. При захождении солнца приказал Иисус, и сняли их с деревьев, и бросили их в пещеру, в которой они скрывались, и привалили большие камни к отверстию пещеры, которые там даже до сего дня. В тот же день взял Иисус Макед и поразил его мечом и царя его, и предал заклятию их и все дышащее, что находилось в нем, никого не оставил, кто бы уцелел, и поступил с царем Македским так же, как поступил с царем Иерихонским. И пошел Иисус и все израильтяне с ним из Македа к ливне, и воевал против ливны, и предал Господь и ее в руки Израиля, и царя ее, и истребил ее Иисус мечом, и все дышащее, что находилось в ней, никого не оставил в ней, кто бы уцелел, и поступил с царем ее так же, как поступил с царем Иерихонским. Из ливны пошел Иисус и все израильтяне с ним к лохису, и расположился подли него станом и воевал против него. И предал Господь лохис в руки Израиля, и взял он его на другой день и поразил его мечом и все дышащее, что было в нем, так, как поступил с ливною. Тогда пришел на помощь лохису Гарам, царь Газерский, но Иисус поразил его и народ его мечом так, что никого у него не оставил, кто бы уцелел. И пошел Иисус и все израильтяне с ним из лохиса к еглону, и расположились подли него станом и воевали против него. И взяли его в тот же день и поразили его мечом, и все дышащее, что находилось в нем в тот день, предал он заклятию, как поступил с лохисом. И пошел Иисус, и все израильтяне с ним из еглона к хеврону, и воевали против него. И взяли его, и поразили его мечом, и царя его, и все города его, и все дышащее, что находилось в нем, никого не оставил, кто уцелел бы, как поступил он и с еглоном, предал заклятию его и все дышащее, что находилось в нем. Потом обратился Иисус, и весь израиль с ним к Давиру, и воевал против него, и взял его, и царя его, и все города его, и поразили их мечом, и предали заклятию все дышащее, что находилось в нем, никого не осталось, кто уцелел бы. Как поступил с хевроном и царем его, так поступил с Давиром и царем его, и как поступил с сливною и царем ее. И поразил Иисус всю землю нагорную и полуденную, и низменные места, и землю, лежащую у гор, и всех царей их, никого не оставил, кто уцелел бы, и все дышащее предал заклятию, как повелел Господь Бог Израилев. Поразил их Иисус от Кадес, Варни, до Газы, и всю землю Гошен, даже до Гаваона. И всех царей этих, и земли их Иисус взял одним разом, ибо Господь Бог Израилев сражался за Израиля. Потом Иисус, и все израильтяне с ним возвратились в Стан, в Галгал.